В июне проводился месячник по сбору у населения старой бытовой техники, изношенных шин и других отходов. За это время было выведено на станцию сортировки в 10 раз больше отходов, чем в обычные дни. Работникам помогали вывозить хлам предприятия и организации, рассказывает начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Владимир Цепурко. Владимир Алексеевич, в июне проводился месячник по сбору бытовых отходов у населения. С какой целью этот месячник был организован, какая была необходимость? Вы знаете, действительно, по инициативе районного исполнительного комитета проводился этот месячник. Идея этого месячника была в том, чтобы оказать помощь населению, собрать, избавиться от бытового хлама, от устаревшей бытовой техники, изношенных бытовых шин. Действительно, скажем так, мы испытываем определенные трудности в утилизации этого сырья. Человеку, когда оно захламляет квартиры, гаражи, куда-то это надо вывозить. Даже донести до той мусорной площадки, это есть какая-то определенная проблема. Поэтому мы просили наши предприятия, организации, скоординировать эту работу, оказать помощь своим работникам в вывозе и сборе этого сырья. Действительно, и в этом месячнике, хочется отметить, что он прошел довольно хорошо, и практически доведенные задания были выполнены. В нем приняло участие порядка более 60 организаций. Лучше всех, лучше всех, и хочется сказать большое спасибо, это управление образованием. Все школы, дошкольные учреждения приняли активное участие в сборе этого сырья и выполнили доведенное задание на порядка 150%. Ну, мы вот находимся как раз на сортировочном пункте, на станции сортировки. Видно, сколько тут телевизоров, холодильники, стиральной машины. То есть, действительно, не каждый мог довезти, а, насколько известно, в ЖКХ, наверное, одна машина собирает, она, наверное, все-таки не успевает вывезти все. Сколько всего было вывезено? За время проведения месячника было собрано порядка 40 тонн изношенных шин. Вот именно у населения. И 26 тонн сложной бытовой техники. А можно сравнить, вот это за месяц только. А как вне месячника, сколько, например, от населения поступает эта сложная бытовая техника? Вне месячника порядка в 10 раз меньше. То есть, месячник показал свою эффективность. Что касается ЖКХ, действительно, в ЖКХ создана служба, имеются автомобили, имеются люди, которые оказывают помощь населению в утилизации этой сложной бытовой техники. Каждый житель Слонима, Слонимского района может оставить свою заявку по телефону 4-28-29, либо 4-88-25. Эти заявки у вас примут с 8 до часа и с 14 до 5. Согласуют с вами время вывоза и также окажут помощь по утилизации. Ну, наверное, с шинами проблем нет, куда их отправлять на переработку. А вот стоят телевизоры, холодильники. Это что, пойдет на разрушение? Да, тут же вот они разбираются, сортируются на пластик, на драгметаллы и сдаются в специализированные организации для дальнейшей утилизации.